Приветствую тебя, мой дорогой друг, в первом уроке моего тренинга по фотошопу. Как я и обещал, обучаться этой программе мы будем с самого-самого нуля. Поэтому в связи с этим у вас может возникнуть сложное ощущение, что первые уроки, они какие-то очень простые, очень легкие, и вы решите на них схалявить. То есть здесь и так все понятно, даже просмотрю, носу поковыряюсь и будь как будет. Но хочу заметить, что чем дальше влез, тем больше партизан. То есть уроки с каждым разом будут становиться все тяжелее и тяжелее. И чем лучше вы будете знать основы фотошопа, данные именно в первых занятиях, тем легче вам будет даваться не только там домашки, уроки, вообще все обучение. То есть вы будете делать все быстрее и будете делать все увереннее. Поэтому настоятельно рекомендую очень серьезно отнестись к первым занятиям. Итак, этот урок называется интерфейс. И прежде чем мы приступим к нему, сразу хочу заметить, что вы должны отнестись к этому уроку тоже очень внимательно. Я вам расскажу про основные панели инструментов, потому что в будущих занятиях я буду, например, говорить следующее. Выберите в панели инструментов инструмент кисть. И чтобы мне не надо было объяснять, чтобы вы уже знали куда идти и где эту кисть искать. Ну думаю понятно. Итак, окно программы фотошоп делится на множество панелей. Давайте мы еще сделаем один шаг дополнительный. Зайдем в пункт файл и выберем пункт открыть. И здесь выберем любую картинку на вашем компьютере. То есть можете поставить там свою фотку, любое изображение в общем-то. Итак, выберем вот такой домик. Вообще выберите еще две картиночки. Я тоже их выберу. Так, человечек. Файл открыть. И выберем еще вот такую вот картинку. Дальше идем. Итак, в чем заключается окно программы фотошоп. Оно делится на несколько панелей, которые мы сейчас и будем рассматривать. Итак, первая панель, про которую я хотел бы вам рассказать, называется панель управления или вообще главная панель. В этой панели мы будем производить не только основные настройки программы. Также здесь можно по-быстрому проводить операции с внешним видом. Ну, давайте, например. Например, эти пункты мы разберем вообще в принципе в процессе обучения более досконально. Поэтому сейчас я вам затрону вот только вот этот верхний ряд. Кстати, сама панель управления у вас может состоять вообще только из одного ряда. Если вы сделаете фотошоп на весь экран, то, допустим, как у меня на 22-дюймовом мониторе, эта панель становится в один ряд, туда все влазит. Поэтому если она выглядит немножечко по-другому, ничего страшного. Итак, первые давайте два значка рассмотрим. Это вызывают программу Bridge и Mini-Bridge. Mini-Bridge это программа, своего рода, библиотека фотошопа. И они предназначены как, ну, вроде как менеджеры фотографии, что-то вот такое. Ими я не занимался, да, и вообще это не тема нашего курса. Поэтому, если хотите, можете по ней полазить, а мы поедем дальше. Следующий пункт, он позволяет включить дополнительные вспомогательные элементы. И здесь мы, вот давайте выберем, допустим, показать сетку, показать линейку. Так, вот здесь видим, у нас появляется такая линеечка, и где мы вводим, у нас здесь отображаются вот такие линии. Сразу хочу заметить, что опять же мы это все потом в будущем будем разбирать более подробно, поэтому поехали дальше. Следующий пункт, здесь мы можем выбирать масштаб. Видим 100, 200, 25. Если мы щелкнем сюда мышкой, можем написать свой масштаб, любой. Нажимаем на клавишу Enter, и картинка становится точно такого же масштаба. Теперь, почему я сказал выбрать по три картинки? Обратите внимание, когда, что здесь, это окно отвечает вообще за внешний вид. Здесь мы можем выбрать вот такой показ изображений, вот такой показ изображений, либо, допустим, выбрать, как вот мой любимый вид. Это когда мы просто щелкаем по вкладочкам, и у нас проявляется вот каждое такое изображение. Здесь также можно выставить сразу актуальный размер, то есть один в один. И также можно выставить, как я уже говорил, показать во весь экран. То есть картинка автоматически сужается до формата самого экранчика. Следующий пункт, здесь мы уже выбираем режим целый экран, то есть Photoshop у меня развернется на целый экран с главным меню, и режим просто целый экран. То есть покажется только одно изображение. И при нажатии на клавишу Tab у нас появляется меню и наши строчки, и здесь мы опять можем выбрать не целый экран, так, минуточку, а то, что у меня было режим стандартное окно. Вот. Дальше идем. У нас выбирается основная рабочая среда. Стоит по умолчанию. В принципе, может у вас какая-нибудь другая включилась. Можете пощелкать. Рабочая среда, она лишь предоставляет наборы инструментов своего рода, в зависимости от того, что вы будете делать. Поставьте себе покуда дизайн, пускай он так и остается. Дальше идем. Следующая панель, про которую я хотел бы вам рассказать, называется панель инструментов. Она находится вот здесь, с самого краешку по умолчанию. И здесь идут всякие разные инструменты, которые мы тоже будем в будущем все это разбирать. И обратите внимание, что под панелью, главной панелью управления, находится панель атрибутов. Видим вот эту панельку. И содержимое этой панели зависит от того инструмента, который мы будем выбирать. То есть выбираем кисть. Там видим, выбираем ластик. То есть все это полностью меняется. Дальше. Идем, тоже думаю понятно, тоже будем все это рассматривать. Под панелью атрибутов находится еще одна панель. Называется она панель вкладок. То есть здесь мы, когда подключаем какие-то изображения и выбираем режим показа «Все», «Объединить все», то у нас появляются вот такие вкладочки. Да и более, по-моему, удобный режим будет для нас. Поэтому, в принципе, думаю, что вы себе тоже такой должны поставить. Дальше идем. Под панелью вкладок находится рабочая панель. То есть видим вот это рабочее пространство. Здесь мы будем все делать и сразу смотреть на изменения. А сразу под этим пространством находится строка «Состояние». Видимо, она здесь находится. Здесь указывается там размер документа. Сразу можно посмотреть, если он не влазит в размер, по ползункам поперегонять, то есть найти нужное место. И тоже выставляется здесь масштаб. То есть можем здесь мы его тоже поставить. 100%. Давайте я назад поставлю 36. Ну или 30. Думаю, на этом все понятно. И последняя панель, которую мы сейчас разберем, это, точнее не разберем, которую я покажу, это вот эта панель, как, думаю, вы уже догадались. Называется она «Панель пиктограмм». То есть здесь находятся основные инструменты, которые будут непосредственно обрабатывать наши картинки. То есть ставка текста, допустим, можно здесь сделать, также выбрать какие-то стили для картинок и так далее. В принципе, думаю, здесь все понятно. И теперь домашнее задание заключается в следующем. Зазубрите данные панели, чтобы вы все знали. То есть, чтобы, когда я говорю «Панель управления», вы знали, что я говорю про эту панель. Когда я говорю «Панель атрибутов», чтобы вы знали, что я говорю про эту панель. Когда я говорю «Панель вкладок», чтобы вы знали, что это эта панель. Когда «Панель инструментов», «Панель рабочая панель», «Строка состояния» и «Панель пиктограмм». То есть вы это все должны знать на зубок, поэтому сейчас ваша задача все это просто выучить. Ну думаю пару панелек в этом труда не составит. Когда выучите, переходим в следующий урок.